Будьте осторожны при покупке товаров в интернет-магазинах. Роспотребнадзор выявил схему обмана на отверсткой интернет-площадке. Наша съемочная группа выяснила, какие схемы используют нарушители закона и как можно с ними бороться. А главное, как защитить свои права. Одежда, обувь, технику, парфюмерию и книги – все это Ксения предпочитает покупать в интернет-магазинах. Покупка в один клик – это быстро и удобно. Недавно девушка совершила заказ на новом неизвестном сайте. Прилистили цены. Они были ниже в несколько раз, чем в хорошо известных интернет-магазинах. И предоплату вносить не надо. Только после получения товара заплатить, а уже потом можно и распаковывать. Но как только получила заказ, Ксения была неприятно удивлена. Вместо заказанных сапожек пришел шуруповерт. Вот такой сюрприз в коробке. Для меня, конечно, это был большой шок. Я сразу же позвонила по указанному номеру на сайте. Мне сказали отправить товар. Я его, конечно же, первым делом отправила, но, к сожалению, номер недоступен. Товар ко мне не пришел. И вот такой вот негативный опыт у меня вышел при покупке в интернет-магазине. Ксения не единственная, кто осталась с носом после заказа в неизвестном интернет-магазине, как оказалось, однодневки. В управлении Роспотребнадзора по Тверской области поступает многочисленное обращение граждан из различных регионов страны на нарушение прав потребителей от продавца ООО «Вега». Оно, к слову, зарегистрировано в Твери. Специалисты провели там контрольную закупку и установили, что мошенники используют однотипную схему обмана своих клиентов. Чудеса начинаются после того, как уже человек заплатил наложным платежом и открывает уже после посыл. Казус какой? Когда они отсылают товар в эту организацию, ну, некачественные, как они считают, то они лишаются и своих денег, и даже того товара, который им предоставили. Хоть что-то он там стоил. То есть они вообще без всего остаются. Но решение вопроса, если добровольно не получается, то в судебном порядке в любом случае это возможно. Правоохранительные органы, я так думаю, что все-таки здесь схема мошеннических действий, да, там тоже свои действия определенные производятся, да, и в конечном итоге также можно через суд каким-то образом на тех людей, которые, ну, если бы это так будет, да, нарушили законодательство, на них тоже подать в суд. А чтобы не стать жертвой при заказе товаров через интернет-магазины, специалисты рекомендуют использовать только проверенные временем интернет-сайты.